Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это третья серия моего разбора чудес в игре Sid Meier's Civilization 5. Одна серия, одна эпоха. Сегодня у нас Средневековье и 8 чудес из этой прекрасной эпохи человечества мы разберём. Начнём, пожалуй, с самого любимого чуда этой эпохи у людей. Я не скажу, что это моё самое любимое чудо. Это Чеченица. Кстати, интересно, что есть и город Чеченица. В пятый циви, если вы будете играть за майя, то там есть город Чеченица. Поэтому обязательно стройте Чеченицу только в Чеченице. В любом случае, иначе это просто не по фэншую, так что имейте в виду. Итак, почему же это чудо так любимое? Ну, не в последнюю очередь из-за технологии, в которой она открывается. Это гражданская служба. А так получается, что в дереве технологий гражданская служба расположена очень удачно. И она подходит практически всем. Видите, вот в центре дерева технологий. А подходит она практически всем, потому что открывает и здания, и возможности, и юниты, которые будут очень хороши. Во-первых, неплохие пикинёры, которые можно и для защиты использовать, и для захвата города. То есть они самые сильные по сравнению с другими юнитами, которые вы до этого открыли. И к тому же находятся в технологии, которая поможет вам развиться. К тому же здесь даётся плюс одно яблочко к террасам и фермам, расположенных рядом с речкой. Так как многие ставят города на реке, то, соответственно, эти вот фермы, построенные вдвою реки, будут ещё одно яблоко давать. Ну и вот нам плюс к этому ещё и чеченица достается. Почему нет? Чеченица даёт счастье, соответственно, опять же, на развитие и плюс к этому на 50% удлиняет ваш золотой век. В полтора раза становится длиннее. На быстрой скорости обычный золотой век 6 ходов, вместе с чеченицей 9 ходов. У персов, соответственно, складывается с их способностью, и золотой век вообще в два раза становится дольше, чем обычный. И у персов с этого мгновения он вообще может быть практически бесконечный. Ну, как вы понимаете, тут ещё тем более рядышком и сразу гильдия писателей, гильдия вот артистов. Всё, недалеко. То есть, стройте чеченицу, стройте гильдию артистов, великих художников рожаете, запускайте их, и у вас золотой век длинный. Тем более, что чеченица плюс ещё к этому и счастье даёт. Я не вижу никаких минусов у этого чуда. Я всегда стараюсь его построить. Если я первый вышел в гражданскую службу, там, или вижу, что, ну, не первая, там, у меня многовато производства, у моих соперников нет, никогда не упускаю случай построить. Никаких минусов от того, что вы построите чеченицу, не бывает. Ну, здесь, кроме, если у вас того случая, когда у вас идёт война, то есть, тогда не надо никакие чудеса строить, а надо строить войска. Вот как выглядит чеченица при строительстве. Такой тоже пирамидка строится. Ну, вот видите, у меня тут уже дофига всего, поэтому сложно рассмотреть. Если вы видите у кого-то вот в таком виде рядом с городом, то, значит, он строит чеченицу. Имейте это в виду. Чеченица даёт одно очко культуры традиционно и одно очко великого инженера. Так что для тех, кто перед этим построил Артемиду, Стоунхендж, Великую Стену, чеченица тоже будет очень классным подспорьем для получения великих инженеров в будущем. Следующее чудо – Мачу-Пикчу. Тоже одно из любимейших чудес в Средневековье. Вот оно, как выглядит я вам сразу показываю во время строительства. Собственно, оно на горе вам будет видно. Когда вы видите, что гора как-то не так влитка, того требует графика Цивы, сразу понимаете, что тут Мачу-Пикчу строится. Почему Мачу-Пикчу так любимы игроками? Во-первых, вы решаете с его помощью много проблем с деньгами. Вообще, практически все проблемы с деньгами решаете. Оно и так даёт 5 золота в ход, вообще просто так. Так ещё и на 25% увеличивает доход золота от городских, от соединения городов дорогами, ну, от межгородскими торговыми путями. Что это такое? Если кто вдруг не в курсе, вот намоете на золото, и видите, я получаю 46 золота от соединения городов со столицей. 46 золота. То есть, если вы посчитаете, я от Мачу-Пикчу получу четверть от этого, ну, где-то 11 или 12 золотых в ход ещё. И плюс 5, то, что само Мачу-Пикчу даёт. То есть, 17 золота в ход на ровном месте, вот, построив Мачу-Пикчу в данном случае. И получается, что это чудо для играющих через волю строго обязательно, потому что у них проблемы с золотом. Для играющих через традицию тоже, потому что, ну, никогда не бывает много золота вообще в принципе. И все очень любят Мачу-Пикчу. Кроме того, оно почему-то даёт ещё две веры. Но вот это мне никогда не было понятно, вот этот бонус. Всё, как бы, две веры, оно немного. Религию вы за счёт этого основать не сможете. Ну, просто такой дополнительный бонус, почему нет? Ну, и единственный минус в моём понимании, это очки великого торговца. Всё-таки не самое любимое народом великий человек. На что стоит обратить внимание? На то, что Мачу-Пикчу можно построить только если в границах вашего города в двух клетках есть гора. Не через две клетки, я вас обращаю внимание, а в двух клетках. То есть, грубо говоря, вот, например, если бы вот этих гор не было, да, а вот эта гора была в границах Гелиополиса, то я Мачу-Пикчу не мог бы построить. Именно в двух клетках. То есть, раз... Вот если бы этой горы не было, а были вот эти бы горы, я всё равно мог бы построить. Я всё равно мог бы построить. Кстати, интересно, знаете, что вот когда вы с кем-то воюете, и у вас отъедают гору с Мачу-Пикчу, например, генералам ставят крепость, да, не город захватывают, в котором построена Мачу-Пикчу, а именно отъедают гору, на которой построена Мачу-Пикчу. То есть, если меня вот отъедят вот эту гору, то я перестану получать бонусы от этого чуда. Это интересно реализовано, по-моему. Не очевидно, но вот так оно сделано. Тем не менее, Мачу-Пикчу я стараюсь строить в обязательном порядке, если успеваю. И это одно из лучших тоже чудес в игре. Альгамбра, наследие мусульманской династии насридов, которые правили в Гранаде, столице Гранадского Эмирата. Ну, сейчас Альгамбра считается испанской, испанским чудом, но на самом деле, конечно, построили его мусульмане, и вообще Альхамбра переводится как Красный Замок. У нас тут не лекции по истории, а разбираемся в пятой цели. Поэтому что дает нам Альгамбра? А дает он дополнительный промоушен юнитам, то есть вот у юнитов есть прокачки, знаете, на ровной местности и на пересеченной. Ну вот, пересеченная, правда, стрельба в данном случае будет давать юнитам вот эту прокачку, прокачку Дрилл-1, то есть плюс 15% силы на пересеченной местности, где есть холмы, леса или джунгли. Многие не очень понимают, насколько это круто. Вообще, любое чудо, которое дает бесплатную прокачку, это круто. Поясню. Это не плюс 15, там, перэкспы, чтобы вы взяли эту прокачку, а именно бесплатная прокачка. А количество опыта у ваших юнитов остается прежним, ноль. В чем тут прикол? А в том, что количество опыта, требуемое для получения каких-то прокачек, ну, для получения уровня, с каждым уровнем увеличивается. На первом уровне вам требуется 10 опыта, на втором уже 20 опыта, ну, чтобы получить третий уровень, 20 опыта, чтобы получить четвертый уровень, 30 опыта и так далее. А самые крутые прокачки вам даются только, когда вы получали вот этих вот предыдущих улучшений какое-то количество. Например, двойная атака или марш лечения во время... Сейчас я вам найду марш. Вот, марш. Чтобы получить марш, у вас должно быть 3 прокачки, например, того же Дрилла, а благодаря альгамбре один у вас уже есть. И то есть вам для марша всего лишь 3 уровня надо получить. На первом вы получите второй уровень Дрилла, на втором третий и, наконец, марш. То есть намного быстрее. Для этого вам потребуется меньше, по-моему, на 40 очков опыта, чем без альгамбры. Вот в этом прелесть альгамбры, в этом прелесть, например, уникального юнита японцев, у которого сразу есть прокачка на открытую местность, или уникального юнита гунов, у которого тоже есть прокачка на открытую местность. Но, кроме этого, у альгамбры еще замечательная штука, как плюс 20% к науке в этом городе. В этом городе. Не во всех городах, как у Сикстинской капеллы, о которой мы в следующей серии поговорим, а только в этом городе. Так что имеет смысл строить альгамбру там, где у вас... Ну, обычно это столица, собственно, тут как бы особо выбирать не стоит. Но там, где у вас стоят вот гильдии, в которых сидят ваши писатели, ну, великие люди, которые дают прокачку на великих художников, писателей и так далее. Там, где у вас большой выхлоп культуры, там стоит альгамбру и строить. Кроме того, альгамбра дает еще одну очко культуры просто так, но никаких великих людей, никаких очков великих людей не дает. Так что лично я, ну, 50 на 50 ее строю. То есть, по-хорошему, если я вижу, что больше никто не строит, и я ни с кем не воюю, то можно построить. Но обычно я к ней сильно не стремлюсь. Хотя, с другой стороны, конечно, чудо очень неплохое. И если вы планируете как-то в будущем воевать, вот буквально вот-вот будет война, а в Средневековье, в принципе, это единственное чудо на войну, конкретно, которое дает какую-то прокачку вашим юнитам, оно как-то вот влияет именно на военные действия, то альгамбру, несомненно, стоит построить. А так 50 на 50 лично у меня. Ну и вот как альгамбра при строительстве выглядит. Такой как бы замок. Ну, собственно, альгамбра и есть замок сам по себе. Серого цвета. Вот если вы увидите такое строение, то знаете, что кто-то, то этот человек строит альгамбру. Анкорват. Это чудо почему-то не очень любят. Ну, я хотя бы понимаю, почему, потому что у нас все в основном любители играть через традицию, а вот для воли я считаю, это очень классное чудо. Одна из главных проблем воли, по моему мнению, вообще самая главная, это то, что она очень слабо захватывает клетки. А это исходит из-за того, что города получают меньше культуры, чем традиция. То есть традиционник поставил три города, они с широким таким ореолом разрослись, он кучу клеток может обрабатывать, соответственно, получает с них кучу бонусов. У волевика же города такие вот худенькие, мало клеток захватывают, много им требуется, видите, аж 10 ходов, например, в данном случае, чтобы захватить еще больше клеток. И, соответственно, сложно развиваться к городам. Тем более, что и у волевика денег обычно нету покупать клетки, клетки дорого для него стоят. В общем, в этом проблема. А вот Анкар Ват эту проблему именно для волевого развития решает, потому что он требует на 25% меньше культуры и золота для захвата клеток. То есть в данном случае клетка будет захвачена за 7 или за 8 ходов. Кроме того, вот будет стоить, например, здесь в данном случае не 100 золота, а 75 золота вот эта клетка. Эта клетка будет не 75 стоить, а четверть от 75, ну где-то 63, наверное, да. И это очень-очень важно для игры через волю. Собственно, это единственные плюсы Анкар Вата. Кроме того, он еще дает очки великого инженера, что тоже неплохо для играющих через инженеров. То есть если у вас есть стена, если у вас есть храм Артемиды, Стоунхендж, плюс еще чеченица, то почему бы Анкар Ват не построить? Будет у вас куча инженеров. А если вы приняли еще и идете в идеологию порядка, то потом за инженеров можете ускорять строительство космических кораблей. Ну и плюс одна культура, что в принципе неплохо. Так что если я играю через волю, то я стараюсь построить Анкар Ват, если у меня в это время нету войны. Если же традиционник, то по остаточному принципу. Никто не строит, больше строить нечего, почему нет? При постройке в городе Анкар Ват вот так выглядит. Вот видите, такая желтенькая такое нечто. Но обычно мало кто гонится за Анкар Ватом, никто не будет смотреть, что вы его там строите, никто не будет особо напрягаться по этому поводу. Так что для общего развития, знаете, как он выглядит при постройке рядом с городом, вот я вам показываю. Ну а теперь перейдем к чудесам, на религию. В Средневековье очень много таких чудес. И начнем мы с Нотр-Дама, потому что он такой переходящее чудо. Он не совсем на религию, немного веры дает, но считается в принципе религиозным чудом. Конечно, самое главное в нем, в Нотр-Даме, то что он дает 10 счастья. Для любого властителя империи счастье это самое крутое. И, собственно, больше Нотр-Дама ни одно чудо счастье не дает. Есть еще одно чудо природы, которое дает 10 счастья. Это у нас фонтан вечной молодости. Но его-то найти надо, и вероятность, что оно появится вообще очень мала. А вот Нотр-Дам всегда в играх есть. И построить его ради 10 счастья это будет очень классно. Для игроков через традицию, возможно, не самое прям важное чудо, но для волевиков Нотр-Дам просто в обязательном порядке надо иметь, как примерно Мачу-Пикчу и так далее. Тем более, что он находится в нижней части технологического дерева. Обычно волевики, знаете, такие агрессивные ребята, идут по всяким войскам. И вот Нотр-Дам по пути как раз получается, например, в тех же аркебузиров. Так что классная штука. Более того, он еще и дает 4 веры в ход. Ну, собственно, вот отсюда и начинается его... Отсюда и начинаются чудеса на религию. Единственное, что странно в нем, конечно, почему Нотр-Дам дает очки великого торговца внезапно. По-моему, вот из всех чудес, которые дают очки великих людей, очки великого торговца у Нотр-Дама самое непонятное, ну, лично для меня. Тем не менее, вам это надо знать. Ну, я думаю, что вряд ли кто-то строит Нотр-Дам ради очков великого торговца, а вот ради 10 счастья, это да, 10 счастья, это то, что надо. Вот как Нотр-Дам выглядит, когда его строят. Вот видите, вот эта маленькая фиговина. Ну, видите, я вам не показываю его как раз специально. Я думал сделать отдельно карту, чтобы вам было конкретно хорошо видно, как выглядят чудеса при строительстве. Но дело в том, что вы же их не будете видеть вот так конкретно отдельно. Вы будете смотреть у соперников вот в таком виде, когда у них будут большие развитые города. Так что лучше вот показывать именно так. И вот видите, Нотр-Дам такой, он недостроенный, в общем-то, Нотр-Дам. Если вы видите у соперника какую-то фигурку, значит, он строит собор Парижской Богоматери. И если быть точным, эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров. Это один из крупнейших метрополитенов мира. И да, это реклама Двагис. Справочник и карта городов Двагис знает 221 545 проходов и проездов в 15 городах-миллионниках России. С этим приложением вы не заблудитесь, так что заходите на двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Собор Святой Софии. Его обычно строят, если надо в обязательном порядке либо основать религию, либо укрепить религию. Потому что при постройке Святой Софии вам бесплатно дается пророк. Сразу же, вот, построилась София, пророк появился в том городе, где она построилась. Собственно, если у вас уже есть религия, и вам как-то достаточно веры, то я не считаю, что на Святую Софию стоит тратить время. Лучше потратить на Барабудур. Он больше даст для развития вашей религии. Или хотя бы на Джене, если вы набожность приняли. Софии же требуется действительно, если у вас уже есть религия и веры немного, для того, чтобы ее укрепить. Хотя, опять же, повторю, если у вас мало веры, то, видимо, и религия распространяется плохо. То есть у вас вера есть только в столице. И в данном случае тогда уж лучше, опять же, тот же Барабудур для распространения по своим городам, а потом уже накопить на пророка и укрепить религию. Потому что во многих, в большинстве точнее случаев, выгоднее сначала распространить религию, а потом ее укреплять. Но бывает, что действительно надо укреплять. То есть вы там спешите взять какое-то классное верование, которое еще никто не успел. Да и из-за разряда, чтобы никто другой не основал религию. Почему нет? Тоже неплохой вариант построить Софию. Так что, чтобы сразу получить пророка, вот, построите Софию. Надо еще не забывать, что София дает бесплатный храм в городе, который не будет требовать содержания. А храмы вообще требуют два золота на содержание. Поэтому не стоит строить храм в том городе, где вы собираетесь строить Софию. Сэкономьте немножко золотишко. А, ну и три веры в ход дается. Ну, опять же, это, по-моему, не особо такой важный бонус. Три веры в ход постольку-поскольку. Все-таки самое важное, что София дает великого пророка. Выглядит она вот так вот. Вот видите, почти недостроенная тут София. Ну, собственно, кто видел собор Святой Софии, тут примерно себе представляет. как он выглядит. И вот немножко недостроенная София означает, что человек собирается собор Святой Софии, ну, строит, во всяком случае, собор Святой Софии у себя в городе. Такое чудо, знаете, 50 на 50, когда очень нужна религия или очень нужно ее укрепить. Тогда и строится. А так я особо, я уже и не помню, когда я последний раз в играх Святую Софию строил. Великая мечеть Дженне. Ну, это нечастое чудо. Скорее, его будут строить те, кто идут по пути набожности обычно. То есть, в мультиплеере, когда с живыми соберниками играешь, нечасто увидишь, что кто-то строит великую мечеть Дженне. Построить ее можно только, если вы приняли набожность. Что дает мечеть Дженне? А то, что миссионеры, которые вы строите в том городе, в котором построена мечеть Дженне, будут распространять религию не два раза, а три раза. Для больших карт, там, где надо быстро распространить свою религию и получать плюшки, это, конечно, замечательное чудо, но спешить с ним, по-моему, не стоит. Даже если есть еще какой-то соперник, который принял набожность, я бы не сказал, что это прям такое обязательное чудо. Да, она еще дает бесплатную мечеть в городе, тоже неплохо, особенно если у вас нету непринято верования, благодаря которому вы сможете покупать мечети за веру. И это единственное религиозное чудо, которое еще и культуру в ход дает, все остальные религиозные чудеса только веру дают. Ну, вот, мечеть Дженне дает одну культуру в ход, три веры в ход и еще очко великого инженера. Открывается в той же технологии, если вы хотите распространять религию Барабудур круче, чем Дженне, потому что Барабудур сразу дает, ну, ладно, я об этом позже поговорю лучше, мы сейчас говорим о мечети Дженне. В общем-то, если вы единственный, кто идет по пути набожности, то спешить с мечетью Дженне не стоит. Только когда вы уже решили действительно тратить веру на распространение своей религии на другие страны даже, я бы так сказал, то имеет смысл перед тем, как покупать миссионеров, построить мечеть Дженне, чтобы она, чтобы миссионеры побольше давали распространение. При строительстве мечеть Дженне вот так вот выглядит, но я не думаю, что вам это стоит запоминать, потому что, опять же, вряд ли вы будете следить за соперником, строит он мечеть Дженне или нет. Кстати, вот самор Святой Софии построенный. Ну и последнее на сегодня чудо и последнее религиозное чудо Барабудур. Он очень классен, если вы с кем-то воюете на религиях, то бишь у вас вы основали религию и ваш соперник основал религию и вам жизненно важно свою религию распространить лучше, чем это делается у соперника, потому что есть варианты, когда невыгодно как раз свою религию распространять, такое тоже бывает. Так вот, Барабудур в этом плане лучшее чудо, потому что он сразу дает три бесплатных миссионера, то бишь, грубо говоря, вы сможете шесть шесть городов обратить в свою религию. Единственная в нем проблема, что он строится только в святом городе, то есть в том городе, где вы религию основали. Обычно это столица, конечно, но бывают разные варианты, тем более я напомню, что после всех последних патчей нельзя сжечь столицу и нельзя сжечь святой город, так что иногда можно сопернику подгадить просто, если он вас захватывает, то можно основать религию не в столице, а в другом городе, и он его сжечь не сможет. Тоже такая, ну это не тактика, это скорее из разряда сделать плохо тому человеку, который вас из игры выносит. Но так имейте в виду, что Барабудур только в святом городе может быть построен. При этом он еще будет давать пять вер и вход, но конечно самое главное это три бесплатных миссионера. Для распространения религии Барабудур самое главное чудо. Если вам религию распространять не надо, или вы хотите только на свои города, играйте в традицию, у вас там три города, вам только это производство надо, не хотите его никому давать, то конечно Барабудур лучше не строить. Вот он как выглядит, он чем-то кстати похож на строительство тарракотовой армии, я их иногда путаю например, так что Барабудур можно так сказать чуть он более плоский во время строительства, так что обратите на это внимание. Ну вот в представительстве Барабудур выглядит вот так. На этом все, с чудесами средневековья мы разобрались, спасибо что дослушали до конца, не забудьте поставить лайк и поделиться моим видео, вы слышали Лешу Халецкого, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.